добрый день дорогие друзья хочу сделать для вас прямой эфир и если можно просигнальте мне пожалуйста есть сейчас звук или нет нормально ли меня слышно хотел поделиться своим ощущением этой неделе у нас начался знак льва я поздравляю всех львов с днем рождения желаем вам хорошего года теплого прекрасного чтобы вы как всегда светили сияли согревали нас у меня ощущения от наступления льва достаточно позитивные это по моему произошло во вторник окончание рака было на достаточно сложных аспектах в ночь с понедельник на вторник проходило противостояние оппозиции солнца и ретро сатурна с одной стороны аспект больших решений в том числе политических решений например евросоюз договорился как они будут распределять помощь как они будут инвестировать восстановление экономики но для нас с вами аспект позиции солнца сатурна конечно сложный и для личных отношений и для здоровья для позвоночника для отношений с родителями это время когда нас загоняют в пещеру можно сказать я свой самый самый первый семинар по астрологии умудрился выездной семинар не в москве проводить на оппозиции солнце ретро сатурн солнце было в рыбах ретро сатурн еще в деве я не забуду это никогда вот и поэтому начале недели были еще конечно сложные аспекты сейчас мне кажется знак льва должен ситуацию во первых обновлять и во вторых наверное улучшать особенно если у вас что-то есть знаки льва либо асцендент либо значимые планеты и я жду что у нас будут определенные улучшения в текущих обстоятельствах скажем так более позитивные предложения со стороны внешнего мира более позитивная работа с нашими с вами с нашим внутренним миром потому что на самом деле от того как мы работаем со своим внутренним миром очень многое зависит плане успехов во внешнем мире что я хотел бы сказать еще сейчас если говорить про небо я бы обратил внимание на то что венера можно сказать так завершает свою петлю знаки близнецов она прибывала по моей памяти с апреля этого года то есть четыре месяца сейчас она закончила ретроградность как вы прекрасно знаете в конце июня и постепенно начинает выходить выбираться из знака близнецов и вот сегодня завтра у нас с вами такие выходные когда луна находится в знаке венеры значит это акцентирована тема более того завтра днем луна в гармонии в трине с самой венеры значит тема еще раз акцентирована поэтому эти выходные хороши для подведения итогов скажем так того что мы с вами получили в прогнозе по петле ретро венеры которая начиналась в апреле ну начинала так завязываться в апреле физически началась середине мая физически закончилась в конце июня и сейчас как бы у нас идет выдох осознание того что это было что произошло что что это поменяло в нашей жизни в общем эти два дня сегодня завтра я вам рекомендую продумать свои тематики венеры и тематике близнецов знаков которым она в этом году 4 месяца по идее мы с вами 2020 должны запомнить не только потому что огромные сложные планеты были в козероге и весь мир замерз и заморозился еле-еле сейчас размораживается мы запомним 20 и потому что была венера в близнецах а вот и это повод подумать какие темы близнецов у вас пошли или не пошли обновились или перестроились в этом году соответственно это касается учебы это касается литературы отношений которые закончились или отношений которые завязались или перестроились в общем два дня венеры в субботу и воскресенье и завтра у нас такой особ особенный хороший день венеры в это время подводите итоги последних четырех месяцев убирая в сторону тот фон сильного козерога который принес вирус то есть тот фон заморозки что еще важного я бы сказал сейчас что конечно мы уже живем с вами с марсом в знаке овна это сверх горячее положение которые имеет большие плюсы большие минусы но большие минусы это обилие напряженной тяжелой физической работы повышенный травматизм повышенная агрессивность конфликт который сейчас обострился между армении азербайджаном обострился как вы заметили когда луна была именно вовне как я и предсказывал в те выходные обострение конфликтов к сожалению возможно толкает нас к тому чтобы выходить из собственной лени и собственной инерции потенциально несколько травматичный прогноз для овнов может быть даже для противоположного знака весов вот но плюсы это энергия действия движения вперед и завтра ну сегодня завтра у нас такие выходные когда луна проходит напротив этого марса луна делает оппозицию с этим марсом с одной стороны оппозиция один из самых сложных аспектов всего месяца всего лунного цикла но оппозиция это аспект объективизации аспект объективного взгляда когда мы можем посмотреть со стороны от от страницы что очевидно когда соединение планет мы не можем их разделить от страницы когда они напротив друг друга мы конечно можем оценить это со стороны и почему эти выходные важны потому что можно понять какое послание готовит вам марс очень очень горячий очень беспокойный потенциально может быть продуктивный в плане какой-то горячей новой работы которая может у нас появиться в августе сентябре октябре ноябре декабре поскольку шесть месяцев марс будет в этом ненормальном бешеном положении вообще говорят ненормальное полугодие второе овен это горячая сковородка это бешеная сковородка вот это мы будем с вами проживать и тем более важно в эти выходные посмотреть какое объективное подсвечивание этого марса может дать нам луна в противоположном знаке весов какие события у вас могут происходить ну что марс сейчас идет по какому-то одному дому вашего натального гороскопа рождения луна идет по противоположному то есть луна подчеркивает тот дом по которому у вас сейчас идет марс и на самом деле не только по которому идет а в котором он будет у вас висеть и очень напряженно работать течение 5 6 месяцев поэтому вы смотрите за событиями этих выходных и говорите себе так окей события у меня произошли в такой-то сфере так что возможно в ближайшие 6 месяцев я буду работать по этой теме вот такая вот такая сейчас у нас ситуация на небе такой небольшой выход вир я решил сделать для вас сейчас у меня идет переключение с одной работы на другую мы закончили большой лектаж и большую практику аж 20 примеров четыре дня мы работали с утра до вечера практикум по карме и сегодня например я занимался своим календарем на 2021 год который хочу все таки выпустить бумажном виде поэтому сейчас я пишу прогнозы на 21 год сегодня работал со знаком льва конечно там очень звездный прогноз у льва на 21 год в общем стараюсь для вас максимально внимательно анализировать картину описывать и потом это будет все изложено в бумажном календаре на этом наверно все спасибо за ваши отклики пишите пожалуйста что вы хотите какие тренинги занятия вам интересны и относительно той информации которая зреет у нас и у меня изнутри я сейчас размышляю про тренинг по ректификации это любимая тема любимая благородная прекрасная тема которая не снимает все вопросы которые есть в астрологии но без которой мы не можем двигаться вперед не можем ничего делать по прогнозу после настрем не можем оценить соляр не можем даже и лекцию человеку выбрать если вы не знаете карту рождения вы не можете даже выбрать и лекцию человеку имейте ввиду вот такая идея у меня есть ваша идея тоже пожалуйста пишите на этом все удачного всем дня прекрасных выходных до следующих встреч и счастливо пока